Всем привет, вы на канале Полина Твин 9 утра, я только недавно встала Потому что, опять, нам нужно будет опять поехать в город А во-вторых, потому что я хочу кисть Родители сейчас приехали почти уже, зашли домой, с пробежки А я грею чайник, потому что, да, в этом месте Неожиданно, правда? Грею чайник Захотелось у меня творожка Саша тоже не против, поэтому поедим творог Вместе И с ботер-бротиком с фруктами Вот, ну, спасла отдельно ботер-бротик к чаю Или к какао, я еще не решила Но молоко я достала И вместе с творогом, фруктом Вот, у нас там есть персики А там никоринки, я вот не знаю Нужно, наверное, по-хорошему доесть нектарин А потом уже персики, потому что нектарин у нас уже давно лежит Так, нужно доесть Вот, поэтому, наверное, все-таки не тает Вот такая вот красота Ботер-бротик с сыркой Здесь у меня творог с персиком Все-таки, да И с сливкой Саша захотела сливу Какаошка Какаошка и у Саши то же самое Приятного аппетита Пока у него будет все-таки за руки Саша не особо любит Сегодня опять солнышко Да, котик мой? Мой котик горячий Когда я трогаю нашего горяченного кота У меня сразу закладывается ощущение Как будто я тоже такая горячая У меня температура Ой, что пугаешься? Мой сегодняшний лук называется Грязная голова И 22 градуса на улице Я решила надеть шорты Наконец-таки Потому что я их надеваю не так часто А лета скоро закончится Вот И рубашка внизу майка Да И, кстати, в том видео про макияж Последним, которое было Втором Единственном Я изначально хотела вот эту вот помаду использовать Она типа матовая Фиолетовая Но у меня ничего не получилось Поэтому я вот Использовала обычный образовательный блеск И поверх него тени наложила У нас здесь только все интересного Не доубранные до конца тарелки Кошечный корм рассыпанный Здесь пакет какой-то стоит Здесь всякие фрукты лежат С виноградом, кстати Папа купил на виноград Здесь авокадо И я вообще хотела полностью заправить Но мама говорит, типа Оставь так Потому что так тоже нормально смотрится Но мне не нравится это, что это такое Что это такое Здравствуйте, кот Ничего не видно вообще Но мы сейчас ждем папу Папа у нас полоскивал машину Был в одних шортах Поэтому ждем, пока он наденется А мама все-таки имела в виду вот так прям Полностью выправить Ну она интересная У нее такой поширь Здесь прям Нестандартная Она как сейчас модно Заправляют, а сзади длинная А она уже Незаправленная такая Что тебе это, Сережа? Почти на море Смотри Почти на море Гаечный Галька Да? Можно назвать? Короче, камушки То типа море Чипа очень чистое море Пушку паться Очень ярко солнце светит Я вообще ничего не вижу Надо было все-таки надеть линзы И надеть солнечные очки Я решила, зачем? Я не знала, что будем так долго гулять У нас просто совмещенное по магазинам Нам нужно то, чтобы откупить Забрать посылку И проявляемся заодно Я думала, это каприолет Просто какая-то Какая-то желтая яркая машина Мы немножко не успели найти топор Поэтому стоим и ждем Полторы минуты Если не больше Стоим в тени столба Да, мы стоим в тени столба Столб прям Проколит Все основываются А мы как умные люди Стоим в тенечке А еще удалилась кичка А блюстра, которая висит очень низко Я не привыкла, что у меня кичка Обычно есть Я ей прям врезала Не обращайте внимание на мочалки В этом пакете Нам нужно было зайти купить их Я взяла себе еще макарони Почему-то там называлось И мохито Слушайте, какое красивое здание Ремонт сделали, видите? Очень классный ремонт в Твери Чтобы вы понимали Вот настоящее здание А вот наклеено На скотч Ну, наклеено Пока мы тут идем Я пытаюсь рассказать скорговорку Которую я вчера пыталась вспомнить И вчера я так и не вспомнила Но вот вроде как Я сейчас посмотрела Вроде запомнила Мама, вот помнишь Это все скорговорку На шишкосушильную фабрику Требуется шишкосушильщик Для работы на шишкосушильном аппарате Шишкосушильщик должен иметь Опыт шишкосушения На шишкосушильном аппарате С технологией качественного шишкосушения Шишкосушильщик должен Уметь отличать шишкосушильный аппарат Шишка-сушильщик получит, шишка-сушилка по голове. Зашли в Рио, я хочу в H&M. Там столько классных вещей. Мы когда здесь были, то что вчера, мы с Ариной здесь проходили, когда мы искали ей скейт, мы когда возвращались уже к родителям, ну к мамам, мы проходили мимо H&M, мы такие с Ариной Полиной, Арина, не смотрим туда. Нам туда не надо, у нас нет денег. Только выключила камеру и заметила, что, кстати, открыли Дайхман. Прикиньте. Я не знала, что у нас в Рио есть Дайхман. Я помню, что он есть в Рубине. Шарики, да-да-да, только открылись. Ничего себе. А что здесь было до этого? Тоже, по-моему, обувный код, да? О, мама. Смотрите, какие тут красивые сумочки. О, мне такие нравятся. Чё? А, я даже не заметила. А я с той стороны видела, типа, вот, смотри, какие какие модные, суперсовременные. С рюкзаками какие-то. Ой, какие маленькие кусачки немного возить, я довольная. И немножко мокрая, потому что нереально жарко почему-то на улице. Хотя сегодня не обещали такую жару. Мам, мне можно такие носить? Понятно. Я давно себе хочу какие-нибудь такие, но понимаю, что мне их, да, очень рано носить. Мне всего 15. Поэтому пока что жду, пока я вырасту. Моя сумка почему-то начала облизать. Очень, конечно, жалко, потому что она смотрится очень красиво. И ее уж недавно совсем покупали, родители привозили мне. А я пока что в мире обувь. Это какие-то, какие-то, типа, палеточки, наверное. Вот такие. А так я нашла здесь, которые сейчас популярны будут осенью. Вот они стоят, такой мини-стилаж по ним почти можно сказать. Только вот эти мне понравились. Сейчас подумаю, буду брать их или не буду. Хо-хо-хо. Возвращаем на место ключ от ворот. Чего? Чего, кот? Поел еще? Чего не кушаем? Наел собаки не ели? Я готовлю себе обед. У меня будут прекрасные блюда. Я вам сейчас все покажу, когда все приготовлю. Да. Там дождь идет. О, бог мой. Ой, какой ливень ее вот капает прямо на меня. Мне кажется, надо закрыть. Мокро. Я открою доверх сейчас. Ой, даже пол мокрый. И оба. И оба. Оля. Ну да, открыто. Ну, у меня же не вот так открыто. Собака, здравствуйте. Мама отдыхает. Она же так нормально лежала. А я все еще готовлюсь есть. Почти приготовила. Вот такая вот креста у меня получилась. В общем, это отваренные макароны. Ну, думаю, логично, что они, не знаю, там, тушеные. Это чебапчичи. Я их сделала, ну, нарезала, короче, и слепила из них маленькие типа котлеты-тефтели. У меня с Линтикута. Сверху полила томатной, разбавленной водой пастой, чтобы она была пожиже. И чуть сыром, думаю, видно. Огурчик очи. Вот, все. Сейчас буду обедать. Пьяным аппетит. Как будто. Как будто в Питере, честно слово. Только что был ливень, потом светило солнце. Сейчас опять ливень и гремит. А что за несправедливость? Было уж все хорошо. Лето уж не говорит. Так, я подела арбуз, сейчас надо срочно начинать смонтировать видео, потому что уже 4 часа, а видео еще так и не смонтировано и не выложено. Когда спрашивают, зачем так часто мыть кота. Вроде как видно, он просто весь черный. Ну, не черный, коричневый. Это он так потеет. Да? О, Господи. Вот ты где. Э, не-не-не, не надо играть с камерой. Это он так потеет. Коричневый. Думаю. И глаза ему нужно мыть. И уши чистить. Какой красавец. И горяченный. На улице, да, 24 градуса. Еще он горяченный тут. Мурчит. Вчера, когда катались на самокатах, вчера, помню, да? Я тоже вчера была. Ударилась о самокат так. Коленка теперь с синяком. Вообще я уже помылась. Я поняла, что я хотела сделать треневку, при этом пойду помыть. Но я пошла, почему-то, и помылась сначала. Я не знаю. Вообще по-хорошему надо сделать тренировку. Потому что она вообще делается каждый день. Я ее и так делаю через день. Поэтому подумаю. Мы вообще с мамой планировали. Но мама сказала, что нет, она не будет. Потому что, типа, она и так уже закрыла все кольца. Ну, да, она закроет сегодня все кольца. А типа, а вот мне не помешает. Поэтому я не знаю. Какой у нас толстый кот. А царевна это с большой? Толстый кот. Нет. Вот царевна. А у нас здесь маленькая. Смотрите, сколько блинов я напекла. И креветки варю. Саша книжку записывает, которую только что читал. Ну, и я тоже. Опять я делаю нам творог. Да. А блины мама нам не разрешает. История ему уже 8 часов. Знаете, все почему? Потому что мы ждем папу. Ну, папа можно пить. Вот если папа скажет, что у нее не скоро, то она там не будет. Да. Насыпаю к кокосу новый кормик, который для морских свинок спрятал вот три подушечки травяных. Какие-то вкуснашки. Это эти. Деликатес. Две-три подушечки. Ну, от одной до трех подушечек в день. Я ему помыла сейчас клетку. Папа себе имал, потому что воняло. Как сказали они с Сашей. Ну что, кокоса, можешь пробовать новый корм? Здравствуй, кокосенька. Здравствуй, мой мальчик. Отходи. Отходи. Чем-то новеньким, да, пахнет? Что-то нашел? Нет? Просто так? Опа, что-то схватил. Очень темно у нас, поэтому не фокусируется. А, это он подушечку травяную нашел эту. Ага, понятно. Ну что ж, ой, завтра посмотрим, уменьшился корм или не уменьшился. Пока что было вот столько. Какая вкусная подушечка. Она сказала, что папа еще разговаривает, какие-то там приговоры все еще, поэтому сейчас будем ужин натирать. Ну, изначально планируется, что мы поедим, ну, все вместе. По-моему, мама на камеру это сказала, да? Опа. Санечка, давай заканчивай там уже. Рисуешь рисунок? Рисует вот этот рисунок. Я так понимаю, да? Ели все. Ели все, как Саша говорит. Блинчики. Видео, да, я успела все правильно уже. Смонтировать и выложить. Ну, смонтировать, да, смонтировала. И выложить тоже успела. Это нам Саша и мама. Это маленькие блинчики. Наверное, какое-то искусство. Сашка, которая мне вообще не понравилась. Оно потому что брусничное апельсиновое со специями, с корицей, с гвоздями. А мама слегкает к веточке. Нам нормально. Привет, я не вижу. Нормально. Сейчас могла бы быть очень милая картина, потому что два кота лежали совсем недалеко друг от друга и спали. Но вот этот вот маленький кот, большой, все хорошо, лежит на моем стуле, как бы никому не мешает. Так я ему помешать. Так, хоп. Маленький кот уронил все мои вещи. Я знаю, что я свинья. И половина моих вещей, которые должны лежать в шкафу, лежат здесь. Но он их, короче, все сюда уронил и лежал прям, спал на них. Что за поведение, скажите мне, пожалуйста. Я его, кстати, тоже успела помыть. В общем-то, на камере не так насыщено. Я попробую сделать эту коррекцию. Вот сейчас. Должно получиться, наверное. В общем, очень красивый закат розовый. Прям такой прям красивый. Красивый. Нет, ничего. Вчерный виртуал. Камера, что-то грязная, когда. Болсон, Никита. Так вот, если надо, то наклеить воск. Резиночка. Намазывать губы бальзамом. И намазать руку, если надо. Вот. Все. К тому. Мы будем спать, потому что завтра, оп, мне нужно будет утром позавтракать, сразу снять видео и тренировку сделать. Видео будет распаковка. До той самой посылки. Я, кстати, ее открыла, посмотрела все ли там на месте. И как это выглядит вообще. Мне, в принципе, все понравилось. Особенно понравились две вещи. И вот я буду завтра снимать это видео. Не знаю, куда выложу. Думаю, что последний день недели влогов. Почему бы нет? Поэтому вот. Поэтому вот. А пока что... Да, еще неделя до влогов выпадает на очень интересные дни. Третья, четверка, пятница. Суббота, по-моему, нет, не выпадает. И мы кое-куда поедем. Когда что не могу сказать, все узнаете. Ну а я, вернее, мы с Александром, который там уже где-то по-моему лег, идем спать. Можем спать, вернее. Ну, идем до кровати, да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.